Дорогие слушатели, это мое обращение, предназначенное прежде всего для тех, кто черпает свои сведения о Грузии через русские средства массовой информации, которые, на мой взгляд, освещают положение в Грузии не только необъективно, но и очень предвзято. Я попытаюсь дать объективное положение в Грузии, попытаюсь не замолчать о тех проблемах, которые сейчас есть в Грузии, и, может быть, даже развеять ваши впечатления о том, как сегодня живет Грузия, и чем она дышит, и чем она питается, если вы хотите. Ну, грузины, конечно, питаются опять и пьют вино, как это было всегда, это невозможно у нас отнять. Давайте начнем с самого главного обвинения, которое я часто слышу в рассуждениях на блогах, интернет-блогах и особенно в средствах массовой информации. Например, о том, что в Грузии фашизм, и еще более экстремальное заявление, что грузины фашисты. Ну, хорошо, мы можем утверждать, что грузины фашисты, просто потому что мы можем назвать фашистом любого человека, которого мы не любим, или которого нас убедили в том, чтобы мы его не любили. Но давайте подумаем, почему русское средство массовой информации часто употребляет это слово по отношению к Грузии. Есть ли за этим какой-то, ну, не президент какой-то, но какой-то смысл? Ну, мы знаем, что фашизм, прежде всего, это диктатура одной личной власти и полная несвобода права выражать свои мысли, репрессии на политической и этнической базе. Давайте рассмотрим в Грузии. Можно ли Грузию представить себе как фашистское государство? Ну, вот вам пример. И, кстати, если бы, если этот пример был бы мной выдуман, вы бы об этом знали. Потому что в Грузии даже после того, когда Россия начала войну, ну, так мы грузины считаем, и так считает, кстати, весь мир, кроме русских. Когда русские начали войну против Грузии, даже в этот период, я повторяю, не было ни одного этнического притеснения русских на территории Грузии. То есть, этническое давление со стороны грузин на нацию, которая считается, что начала с ней войну, не было. То есть, и не только на них, даже абхазов, которые живут в Грузии, не били, когда абхазы начали вот эту кампанию по разделению от Грузии. Я не говорю, конечно, о этнических конфликтах, которые произошли внутри Абхазии и внутри Осетии во времена Гамсахурдия. Это очень темная лошадка. Там действительно были очень большие этнические чистки и зачистки с обоих сторон. И есть грузины, которые говорят, что нет, мы чистенькие, абсолютно ни в чем не виноваты. Это, конечно, я в это не верю. Просто не верю не потому, что я знаю, я там был и видел, что грузины ничего плохого не делали, только это делали осетины и абхазы. Я просто знаю характер любых этнических войн. Немножко изучал это. И я знаю, что там просто то, что происходило и то, что говорят о том, что были этнические зачистки, этнические ужасные, так сказать, вещи происходили. Я могу в это поверить. И хоть мне грузину неприятно говорить о том, что, возможно, грузины так же себя вели, как дикари, как и абхазы, и осетины, это, скорее всего, реальная вещь. Но в самой Грузии я не знаю ни одного абхаза или осетина, которого бы преследовали, потому что на абхазе или осетин. Просто их не было. Грузия вообще в этом смысле уникальная страна. Уникальная, потому что, конечно, утверждать, что есть нации, в которых нет расизма, совершенно отсутствует. Наверное, это будет слишком громкое утверждение. В каждой нации есть определенное чувство национализма, иногда это выражается в какой-то расовые моменты. Но Грузия все-таки является уникальной страной, потому что в ней никогда, во всяком случае, в истории известно, например, что в Грузии никогда не было гонения евреев. Это исторический факт. И погромов других наций тоже не было, насколько мне известно. И это не пропаганда, это исторический факт. Что касается других элементов фашизма, например, ну вот, скажем, этнические, возможно, я вас убедил, если вы мне поверили, что грузины не фашисты. В том смысле, что они не собираются этнически уничтожать ни осетин, ни абхазов. Это все пропаганда. Что касается других аспектов фашизма, как, например, затирание демократии. Часто говорят, что вот если вы такие демократичные, почему вы прекратили средства массовой информации, русской информации, когда вот началась эта война. Я вам скажу такую вещь. Я, в принципе, демократ по натуре. Я люблю и до сих пор слушаю средства массовой информации, которые буквально нас, грузин, выставляют в таком черном свете, и в этом никакой правды нет. Но я все равно слушаю. Мне интересно мнение тех людей, которые, может быть, нас не любят. Мне сложно это делать, но я слушаю. Я вам скажу, что до войны в Грузии и России эти средства массовой информации, которые были абсолютно спокойны не только по сателлиту, но и в обыкновенном телевидении, меня сильно возмущали. Я думал, как можно вот такую ложь просто пускать по телевидению. Вы знаете, что прежде всего средства массовой информации, они должны быть ответственны. Они все делают ошибки, и на Западе делают свои ошибки, но эти ошибки исправляются. Средство массовой информации не должно превращаться в средство пропаганды. Подавляющее число русских средств массовой информации было пропагандой. Откуда я это знаю? Потому что, ну, может быть, они высказывали какие-то вещи, которые я не знаю. Возможно, я мог бы с ними не согласиться просто потому, что я не знаю. Но они говорили о вещах, которые я знаю и прекрасно, и тем не менее искажали. Искажали до такой степени, что это просто явилось как бы геббельсовской пропагандой. И вы знаете, что я даже слушал того профессора, который преподавал в Грузии, русского профессора, который сказал, что я, говорит, просто даже это было хорошо для России, что мы остановили эти пропагандистские средства массовой информации до того, как это вызвало бы общее возмущение, вообще не любовь к России. Теперь о закрытии радиостанции «Имеды». Вы знаете, я еще раз повторяю, что я слушаю как Рустави, так и «Имеды» слушал, и все остальные станции. И я вам скажу немножечко о том, что я думаю об «Имеде». Объективности ради я могу сказать, что Рустави-2, она ведет себя как чисто западная станция, она показывает оппозицию, она предоставляет, может быть, не суперобъективный, потому что такой не существует в природе. Журналист, как бы он ни старался быть объективным, он выражает какое-то собственное мнение, но я могу вам сказать, что всегда мнения оппозиции, даже радикальные, показываются по Рустави-2. И Рустави-2 плюс, она очень профессионально проводит свои программы, потому что она не выражает своего мнения, она не говорит, что президент у нас гениальный, вот такой хороший, Саакашвили, он вот это делает, и не говорит, что, вы знаете, оппозиция такая плохая, посмотрите на нее. Нет, это я сейчас грубо, конечно, говорю, но Рустави, она просто показывает, как любой западной информации, любая профессиональная западная СМИ, она старается не выражать свое мнение. Это принцип работы западной СМИ, она просто старается показать события. В Рустави эти события показаны более и не менее объективно. Я почему говорю более и не менее, потому что абсолютно объективности не бывает нигде. Что касается имеди, вы знаете, имеди, оно было рупором, я повторяю, рупором оппозиции, вот той невменяемой оппозиции, о которой говорила латынь. Что это значило? Это значило, что они не просто были, как бы, ну, симпатизировали оппозиции, нет, они часто просто призывали к неповиновению к власти, призывали выйти на митинги. И вы знаете, что ни одна информационная, так сказать, демократическая станция мира просто этого не сделает, потому что это не функция демократической прессы или телевидения. Функция демократического телевидения – это освещать события, но не давать политическую окраску и не призывать к неповиновению. За такое, в любой демократической стране такая станция будет, даже самые, есть экстремальные станции, которые более-менее выражают симпатию там тем или иным партиям, это тоже есть на Западе. Но за откровенную ложь и за призыв к неповиновению к властям в любой западной стране это будет преследоваться, и такую станцию просто привлекут к ответственности. Вопрос о свободе слова, и вы часто видите, какие экстремальные заявления делаются оппозиции и другими, это все показывается по телевидению, им предоставляется эфир. То есть вопрос о другой фашизме, о котором мы говорим, что в Грузии нет свободы слова, он тоже закрыт, если, конечно, вы верите в то, что я говорю. Во второй и третьей части я буду говорить о том, какие изменения произошли в Грузии и о том, кто круче, Саакашвили или Путин. Саакашвили